Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. День военно-морского флота в Анапе отметили масштабно. В этом году празднику исполнилось 75 лет. Эффективные меры профилактики наркомании и борьбы с наркоторговцами обсудили на высоком уровне. Фестиваль частушек и парад молодоженов со всей Кубани прошли на выходные в крупнейшем в России этнографическом комплексе «Атамань». Традиционными состязаниями моряков-спортсменов встретила Анапа день военно-морского флота 27 июля. Глава города-курорта стал почетным гостем на спортивном празднике, который прошел в акватории Анапской бухты под эгидой Института береговой охраны ФСБ России. На торжественном построении перед курсантами и гостями первым выступил начальник Института береговой охраны контр-адмирал Владимир Белков. Я бы очень хотел, чтобы сегодняшний праздник всеми был воспринят как личный праздник, праздник военно-морского флота. Почетным гостем мероприятия стал мэр Анапа Сергей Сергеев. Он поздравил моряков и их семьи с днем военно-морского флота. Больте с сегодняшним днем, с сегодняшним праздником поздравить и поблагодарить за ту работу, которую вы проводите на территории города. Приветствовал собравшихся и Анатолий Капонов, председатель Совета ветеранов, почетный гражданин города-курорта. Анатолий Максимович сам много лет отдал службе на море. После торжественного построения пришло время воспитанникам Института береговой охраны продемонстрировать свою удаль и спортивную закалку. Начались традиционные соревнования по трем морским видам спорта – гонки на ялах, эстафете по плаванию и перетягиванию каната. В перерывах между этапами выступали коллективы художественной самодеятельности. Еще одним торжественным и символичным моментом стал подъем Андреевского флага на пограничном сторожевом катере «Мангуст». Предшествовало этому небольшое централизованное действие. На пирсе появился Петр I и зачитал указ Боярской думы. Морским судам быть! Какой же праздник без угощения? Прямо на пирсе моряки развернули полевую кухню и угостили всех гостей и участников праздника традиционным фронтовым обедом – гречневой кашей с мясом и чаем. Итоги заключительного этапа спартакиады были подведены и победители получили награды. В продолжении праздника на театральной площади курорта состоялся большой концерт, посвященный Дню военно-морского флота России. Исторический фильм – от создания до современной жизни морского порта и действующего Института береговой охраны. От фильма о боевом оснащении величия России невозможно отвлечься. Даже оркестранты, пока настраивались, с гордостью смотрели на экран. Праздничный концерт открыл военно-духовой оркестр Института береговой охраны и хор курсантов «Черноморская волна» под руководством заслуженного работника России Тамары Глушенко. Со знаменательным праздником Днем военно-морского флота из 17-го и 18-го великих веков правления поздравил первый российский император Петр I, указом известив о создании российского флота. К всему же потребен есть флот или караван морской, в сорок или вещей судов состоящий. Морским судам быть! От принятия указа и его исполнения до наших дней три столетия. На концертной площадке всего несколько минут и золотое правление Петра сменяют современные герои. Наша Родина – великая морская держава. На западе и востоке, на севере и юге ее территорию омывают 12 морей. И всюду под флагом военно-морского флота свою нелегкую службу несут славные моряки. Моряки, уходящие в море в исполнении хора курсантов и солиста Романа Киселева. Легендарный Севастополь в песне Юрия Цыганка. В каждой песне анамских творческих коллективов море, слава и величие страны и военно-морского флота. Невозможно себе представить праздничные гуляния кубанской станицы без задорной частушки. Их в народе хранится столько, что в пору конкурс проводить. Вот поэтому и собрала от Амань своих гостей в субботу на частушечный фестиваль. А воскресенье радовало народ свадебными обрядами. Фестиваль частушек на этот раз открывала Анапа. О количестве районов участников очередного праздника в Атамане можно судить по флагам, развивающимся на Майдане. По выставкам, которые неизменно удивляют самобытностью и разнообразием казачьих талантов. А настроение праздничная станица поддерживает всегда на высоком уровне. Стоит только баяну заиграть. Анапские артисты достойно открыли частушечный фестиваль. Начинаю припевать первую начальную. Я хочу развеселить публику печальную. Голосистые анапские девчонки смело вступили в фестивальный марафон. Пробаял мы вам частушки, замечательные такие, что пойдут плясать старушки, затанцуют старики. Соревновались районы в песенном мастерстве, а оценивали их работу с уникальным жанром члены профессионального жюри. Этнографический комплекс в такие дни собирает самые лучшие идеи народного творчества и прикладного мастерства со всего края. Знакомятся с шедеврами народной культуры не только туристы. Любая идея рано или поздно обретает жизнь на подворье. Глава города Сергей Сергеев приехал на этот раз в Атамань не только на праздник посмотреть, но и оценить состояние подворья. Анапской хате винодела уже необходим ремонт, а самому двору нужны дорожки, такие, чтобы в стиле казачьей станицы были и порядок поддерживали. Сергей Павлович с удовольствием отметил, что подворье живет активной и творческой жизнью. Во дворе всегда много гостей, а в хате винодела он заострил внимание на том, как верно фотографии подобраны в экспозиции – семейные. Настоял на том, чтобы виноградной лозы было больше у хата винодела и с удовольствием посмотрел частушечные баталии. Как у рыбки уешат, мой милка хороша. К другим темам. Профилактика наркомании, оперативная обстановка на курорте, организация досуга несовершеннолетних и пропаганда здорового образа жизни. Эти вопросы рассмотрели на расширенном заседании антинаркотической комиссии. Акцент был поставлен на организации эффективного межведомственного взаимодействия. Только комплексный подход может дать результат борьбе с распространением наркомании. Сложность этой работы кроется в специфике территории. Анапа – город курортный, куда ежегодно стекаются огромные туристические потоки. Но не все приезжают к нам с благими целями. Есть и такие, кто стремится заработать преступным путем. Поэтому бдительность правоохранительных и контролирующих ведомств ослабевать не должна. Распространение наркомании можно остановить, только объединив усилия. Под особым контролем в летний период отдыхающие, подозреваемые в употреблении наркотических средств. С наплывом сегодня отдыхающих появляются, фиксируем мы тех, которые вновь появляются, но они среди отдыхающих. Они тоже нам дают негатив. Объясним, во всяком случае, что люди – это не с Анапы. Адрес его места жительства – Россия, но не Анапа. Это еще как-то можно объяснить. Но когда это коренные анапчаники, это вновь выявлены, те, которые находятся на учете, те, которые находятся на лечении, вот это важнее всего для нас сегодня этот элемент. Оперативную информацию участникам заседания представил руководитель Анапского отдела наркоконтроля. Так, сотрудники МВД, отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, казачьи и мобильные дружины задержали группу из пяти человек – четверых анапчан и жителя станицы Варениковская. Пособники организовывали систематические поставки наркотиков в Анапу. Канал поставки пресекли, преступную группу ждет суд. Также на курорте выявили два участка, где выращивали дикорастущую коноплю. Выявлены два очага производства дикорастущей конопли в районе поселка Утаж и в районе старого русла реки Кубань. Это территория Пермарского сельского округа. Уничтожено путем сжигания 3605 пустов. Но уничтожение наркотиков – лишь малая часть работы по пресечению распространения этого зла. Не менее важно оказать квалифицированную медицинскую помощь тем, кто решил вылечиться от пагубной зависимости. С диагнозом наркомания на учете в Анапе состоит 358 человек. На консультативном наблюдении – 298. С диагнозом – эпизодическое употребление наркотиков. Анапчан, нашедших в себе силы признать болезнь, принимают в городской больнице курорта, а также направляют на лечение в Краснодар. Реабилитационное лечение наркоманов проводится на базе государственного учреждения наркологических диспансеров города Краснодара. За 7 месяцев прошли лечения 24 человека. Из них уже 8 человек, пройдя на реабилитацию, вернулись под наблюдение и дальнейшее сопровождение врача-нарколога наркологического кабинета. Организация досуга и формирование позитивного мировосприятия у молодежи – еще одно направление в этой большой и очень важной работе. спортивные занятия, всевозможные молодежные акции, мероприятия культурные и образовательные – все это нацелено только на то, чтобы наши дети знали – здоровым быть красиво, интересно и модно. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды, партнер выхода прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 29 июля, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 28-30, ночью до 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртудного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова